Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами ЛПХ, Аленка. Продолжаем посадку. Соматы мы посадили. Земляничку мы посадили. Видео будет ниже стоять. Ссылочка. Сажаем огурчики. Я взяла вот такой рассадный лоточек. У меня два семечка всего. Это огурцы домашние, балконные. Поэтому я сажаю их сейчас. Сегодня 29 января. Делаю как? Делаю вот такая штучка в экспрессе. Мне очень понравилось. Я покупала лоточек. И в нем вот такая лопаточка с вилочкой. И вот такая штучка. Здесь на ней сантиметры написаны. Глубина в сантиметрах. И с этой стороны есть и с этой. Я уложила землю сильно. Ее не утрамбовала земля. У меня, как я показала, покупная. Обычно я свою делаю. Но в этом году у меня что-то мы не сделали. Семечка сажаю по одной. Делаю углубление. Где-то на 2 сантиметра. Глубоко не надо. Мы потом будем пересаживать. Так. Два семечка. Берем водичку. Льем непосредственно в лунку. Я всю землю не мочу. Но у нее нормальная влажность. Если, конечно, сухая земля, надо заранее ее замочить. Полить. Чтобы она выстояла немножечко. И приобрела нормальную структуру. Например, такая. Вот видите она. Так. Теперь берем семечко и сажаем. По одному семечке. И потом посмотрим. Ну, конечно, в прошлом году у меня эти семена не взошли. Не знаю, зайдут или не взадут. Просто у меня вот остались два семечка. И я их решила, почему бы не по поводу посадить. Дело в том, что у семян есть свои сроки хоронения. И они, может быть, еще рано. То есть они не просроченные, но, может быть, еще совсем свежие. И поэтому не зашли. Как сделать сбор семян огурцов. Я отдельное видео, когда будут огурцы уже начнут плодоносить. Я это видео сниму, потому что там тоже есть свои нюансы. И не все семена, не со всех огурцов сходят. Как это, я буду снимать. Так что приглашаю на свой канал желающих иметь свои семена, своих овощных культур. Будет отдельная рубрика. Заходите. Следите за моими новыми видео. Ставьте, есть колокольчик. Так, подписывайтесь на канал. Ставьте кнопочку на колокольчик, и вы будете знать, какое видео туда выходит. Так, посадили два огурчика. Сейчас я посажу еще эвкалипт в одну. Вот у меня семена эвкалипта. Я посажу их в одну. Сейчас я сделаю три маленьких углубления. Так вот. Я обычно пользуюсь при посадке очень хорошим средством. Поливаю землю перед посадкой. И сверху семена фитоспорином. Но сейчас, сейчас покажу его. К сожалению, поискала, сейчас не нашла. Далеко, видать, у меня в сарайке лежат. Ну, называние фитоспорин. Запомните. Очень хорошо убивает всякие грибки в земле. И дезинфицирует растения, все семена. Так. Эти, можно, семечки, они такие небольшие. Ну, не мелкие. Они уже... И укладываем в наши луночки. Когда они взойдут, я их пересажу в горшочек. Все. Закрываем. Тоже сажаем не глубоко. Не надо глубоко сажать. Они с водой, и когда начнут прорастать корешки, они сами поглубляться. Поливаем. Так. Так, это мы тоже пометим сейчас. Здесь поставим палочку, будет ясно. И вот в эти в три я посажу, проверю. Вот я замачивала свои растения, которые уплотнители и улучшения земли. Это вот у меня, смотрите, это у меня однолетний люпин. Он очень хорошо обезвреживает землю. Дальше у меня... А, вот люпин. Это у меня рапс, по-моему. Что-то рапс, по-моему. Не помню, что это у меня. Так, посмотрите. Лен посевной. И редька масляничная. И еще у меня вот горошек. Я покупала в отдельном магазине. Вот такой навес горох. Вот этот горох, он у меня нормально здесь зашел. Не зашел, а вот набирается, видите, благоприятно. И вот нашла у меня на дне в нашей коробочке с питомом. Оставшиеся семена. Пошел он сюда от нас. Вот видите, у меня сейчас тут всякие... Вот. Вот такая появляется. Вот. Будем начинать заниматься природным земледелием. Без всяких химикатов. Будем улучшать землю вот такими природными сидиратами. Это сидираты называются. Я вот сейчас сюда посажу. Вот я их замочила, все эти сидираты. Я посажу, проверю схожесть. И здесь у меня бархатцы. Бархатцы это тоже мои семена. Но они где-то лет 5 им. Я хочу просто проверить на схожесть. Я их сюда посажу. И посмотрим. Вот так вот. Семена сюда. Просто проверка на схожесть. Ну, если нормально взойдут, если весна ранее будет, я их... Их можно в любом порядке сажать, эти семена. Они взойдут, их легко пересаживать. Это... Ну, вроде как они так... Это пустой. Их, смотрите, очень хорошо видно, когда пустое семечко или нет. Вот смотрите, я замочила, да? Оно пустое, оно плоское. Все, в нем ничего нету. Его не сажайте. А вот семена, которые тверденькие остались, такие жестенькие, да? Такой хорошей. Вот это хорошее семечко. Его можно попробовать вырастить. Советую, конечно, всегда собирать семена со своих. Их растений. Это, даже сказать, на 200% ваш урожай будет. Так. Так вот мы просто натыкаем их. Так вот натыкаем в землю. И сверху немножечко засыпем еще землей. Цветочки наши. Посмотрим. Буду снимать видео. Покажу вам, какая всхожесть будет. Я уже сказала, что вот эти семена бархатцев у меня очень давнишние. Им лет 5, наверное. И я не знаю, как они у меня взойдут, честно говоря. Но это семена, собранные со своих цветов. Так. Я вчера ездила в магазин. Купила еще семена. Сделаю отдельное видео сегодня. Приглашаю вас на просмотр. Например, вчера такой шквал на руду был около семян. Ой. Во-первых, семян очень мало в магазине было. Я имею в виду по неколичеству. Даже некоторые семена и разобрали. И так вот оставим сухим здесь. Очень, ну... Очень мало было выбора. Так что... Вот я даже репу, редьку черную купила, дайкон купила. А репу я не купила. Не было репы. Фенхель купила. Ну, в общем, смотрите следующее видео. Буду показывать. Так, следующее, что мы будем сеять. Это у меня как бы экспериментальный. Поэтому я просто... Мне надо посмотреть на всхожесть. Мы посеем сюда что? Лен. Вот тут плоскенькие такие. Плоскенькие такие, как бложки семена. Вот они такие вот плоские, видите. Лен. Лен тоже хорошо. Но очень... Знаете, что хочу сказать? Лен очень... Семена, когда им сохранять, их надо куда-то так сохранять, чтобы если у вас появится в доме мышь, она все семена съест. Они очень любят семена льна. Так что это о чем говорит? О том, что это очень полезно. Людям тоже вот семена льна очень полезно кушать. Так. Вот чуть-чуть я одну посадила. Следующую луночку я сделаю вот так вот. Я снимаю, не смотрю. Так. Что мы следующее сделаем? Вот посадим, посмотрим, что у нас это вот. Такие вот семечки. Это, по-моему, рапс у меня. Я рапс, потому что покупала. Дело в том, что разные вот эти вот сидираты, их сажают разное время. Когда и что сажают, и для чего. Я тоже отдельное видео сниму. Это очень-очень интересно. Очень интересно. Советую этим заняться. Не ленитесь. Так. И вот у меня осталась еще одна. Что мы сюда посадим? Мы сюда посадим... Мы посадим сюда редьку масленичную. Это вот немножечко семена похожи на лен, но они... Ну, редька, редиска. Семена редиски. Они очень похожи все... Капуста, редиска. Кстати, надо уже скоро будет сажать капусту. Так что готовьте зимние грядки. Так вот мы ее прольем. Посадим редьку, посмотрим. Ну, редька-то, я смотрю, у нее хорошо носики она уже дает. Она взойдет нормально. Ну, мы уж так. Раз уж замочили, давайте мы посадим. Посмотрим. Я хочу вам показать. Так. Дальше что мы посадим сюда еще? Горошек, я думаю, нет смысла сажать. Так. Вот черные у меня вот такие вот черненькие. Черненькие такие горошинки, как перчинки. Честно говоря, я уж не помню, что это у меня такое. Я же в магазине покупала. Это не мои семена. Сейчас посмотрим, посмотрим, что это такое. У меня вырастет. Тоже они хорошо напухли, тяжеленькие стали. Ну вот, все, все посадили. И посмотрим, что у нас из этого вырастет. Приглашаю на канал. Будем смотреть, что вырастет. Это я сейчас опять же все помечу. Поставлю палочки, подпишу. Поставлю это все в пакетик целлофановый. Сделаю воздушную простойку, как сейчас покажу. И поставим в теплое место. Ну вот, мы здесь поставили пакетик. Сделали воздушную простойку. Там сделали запись. Советую всегда записывать, потому что нам кажется, что мы все запомним. Но, знаете, вот, например, с моей хорошей памятью, великолепной, я все равно, бывает, забываю, куда все посадила. Ну, когда всходит, конечно, мы это видим. Но лучше всегда записать. Так что вот. И ставим в теплое место. Бархатцы вот я еще приобрела. Разных сортов. Сейчас будет видео. Я покажу, какие семена, что я приобрела вчера. Это я покупала в Ашане. Все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Ждем всходов. Пока-пока.